Почему улицы Парижа атакуют крысы? Зачем Дональду Трампу золотой унитаз и холодильник за 24 миллиона? И как живется арестованным саудовским принцем-коррупционером? Обо всем этом прямо сейчас. Битвы за нутеллу. Из-за скидок на шоколадную пасту в магазинах сети супермаркета в Интермарше возникли очереди, давки и даже драки. Цену на самую большую баночку снизили с 4,5 евро до 1,5. В один из магазинов пришлось вызывать полицию, чтобы разнимать покупателей сладкоежек. Акцию продлили на все выходные. Наводнение в Париже. Уровень воды в Сене скоро достигнет 6 метров. В прибережной зоне затоплены подвалы домов. Лувр закрыл несколько экспозиций. Из-за наводнения страдают и подземные обитатели французской столицы Крысы. Их полчища в поисках жилья заполонили Париж. В метеослужбе заявили, в эти выходные уровень воды достигнет максимума и больше подниматься не будет. Золотой унитаз для Дональда Трампа. Такое предложение сделал американскому президенту музей Гугенхайма в ответ на просьбу Трампа одолжить в Белый дом картину Ван Гога. Сотрудники музея отметили, экспонат рабочий, готов к использованию. Он называется «Америка». Это сатира на чрезмерное богатство в стране. На предложение музея в Белом доме пока не ответили. На борту номер один, которым летает Трамп, установят холодильники за 24 миллиона долларов. Заменить планируют две из пяти холодильных камер. Они работают с 90-го года, когда самолет главы государства поступил в эксплуатацию. В рефрируаторах должны помещаться 3000 обедов на случай форс-мажорной ситуации. В Японии хакерам удалось похитить криптовалюту на сумму 400 миллионов долларов. 526 миллионов единиц криптовалюты NEM пропали со счетов криптобиржи Coincheck. Представители биржи пока не знают, как взломщикам это удалось, и пообещали компенсацию. Кражу назвали крупнейшей с момента появления цифровых валют в 2009 году. Около миллиона долларов прибыли за несколько дней принесла гигантская батарея Tesla в Австралии. Это самый большой литий-ионовый аккумулятор в мире. Батарею установили в декабре прошлого года, чтобы решить энергетические проблемы штата Южная Австралия. Она уже полностью работает, большая часть энергии идет в резерв на случай аварии, остальное на продажу. Со слонами лучше не связываться. В Кенийском заповеднике на видео удалось снять бой льва и слонихи, которая защищала своего малыша. На слоненка, идущего за матерью, неожиданно напал лев. Однако слониха с ревом бросилась на хищника. Царь зверей был вынужден отступить. Львы крайне редко охотятся на слонов, только если он один, его некому защитить. Как живется в золотой клетке, рассказал саудовский принц, арестованный по подозрению в коррупции. И вместе с другими коррупционерами, Аль-Валид и Мталал, живет в апартаментах класса «Люкс» отеля «Ритс Карлтон» в Эррияде. Под стражей чувствует себя как дома, ходит на прогулки, плавает в бассейне. Его посещают родственники и личный парикмахер. Миллиардер уверен, скоро его оправдают, поскольку против него не выдвинуто никаких обвинений. Продолжение следует...